В Октябрьском районном саде Екатеринбурга идет сразу три процесса против Евгения Вадимовича Рузмана, нашего бывшего мэра. Его обвиняют в организации митинга 31 января в поддержку Навального, в организации митинга 21 апреля и в участии в митинге 21 апреля. По 21 апреля Ритвит это организация, плюс там в протоколе еще в следующем содержится откровенная ложь, то есть что меня удивило, зачем? По 31, по 31, меня что начало, по 31 организации? Да. По 31 зацепились за одну фразу, надо выходить, я буду. Вот. Ну она с одной стороны обезличена, с другой стороны она воспринята правоохранительными органами как президент. Ну это просто, это вот такой ползучий террор, запугивание. Ну это наша страна, и как можно жить в своей стране, чего-то бояться, тем более если ты точно знаешь, что ничего плохого не сделаешь. У меня два основных простых возражения. Я думаю, что еще два слова умею вам объяснить, что это не было призывом, и это не было организацией. Моя аргументация очень простая. Если бы это был призыв, я бы сказал, я призываю всех. Я умею это делать и умею выводить людей. Я бы не уходил от этого, не было бы такого обезличенного, надо выходить, я буду. Это для меня. Это я декларирую свою позицию, и я показываю свое отношение к происходящему. Если у меня стоит задача выводить людей, я знаю, как это делать, но я этого не делаю. Это первое, я думаю, что я понятно все сказал. А второй, очень важный момент, я прошу, чтобы вы меня услышали. Если бы я был организатором этой акции, я бы сказал, да, я организатор этой акции, но я не был организатором этой акции и не имел к организации никакого отношения. Мало того, если бы я точно знал, что я там буду один, я бы пошел один, потому что это моя позиция. Мало того, очень важно понимать, никто не имеет права мне запретить выходить мирно и без оружия и передвигаться по своему городу. Я хочу признать ему о совершении системы правонарушения предслуждаем частью 20-22 КОАП, подвергать административному наказанию, в виде административного ареста на срок 9 суда. И подвергать административному наказанию, в виде административного ареста на срок 9 суда. Слушайте, я очень спокойно с этим отношусь. Я взрослый человек, я понимаю все риски. Мы все решения приняли только в дно. Моя задача быть честной, моя задача ничего не бояться. Последний раз я сидел в камере перед тем, как стал депутатом Государственной Думы. Именно там, в камере, в Кировском, принято было решение идти донатироваться в депутаты. Поэтому, да нет, ничего нового. А в этом году может быть принято такое решение? Ну нет, я думаю, что в этот раз нет. В этот раз нет, я не хочу. Ну просто я физиологически не хочу, потому что жизнь, она конечна. У меня гораздо более интересные дела есть. То есть все самые серьезные вещи в своей жизни я сделал, не обладая никаким статусом вообще. Поэтому я в этом особо не нуждаюсь. Для меня это очень тяжелая работа. Я не готов сейчас в нее включаться, но есть чем заниматься. Я ездил на чем угодно, жаль, что это. Бывало люди и на такси приехали, и в залезки писали. Да, да, да. Что вы с тобой взяли? Все взял. Все, это что? Самое необходимое. Все, давайте удачи всем. Все, хорошо, июль. Да, 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 да. Счастливо. Удачи. Дима, до свидания. Всего хорошего. Дима, до свидания. Всего хорошего. Привет. Привет, здорово. Что-то скажем, да? Что-то сделаем. Что-то сделаем. Что-то сделаем. Что-то сделаем. Дима. Кто-то сделаем. Счастливо. Осторож�로gil 생арь. Продолжение следует...